Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Сегодня 27 апреля 2020 года. Я, как и обещал, снимаю видео о своей системе полива. Это основные составляющие моей системы полива. Я их на зиму всегда сворачиваю вот такие вот бухты. И сматываю скотчем, где скотчем, где веревкой. И отправляю на чердак. И они всю зиму хранятся у меня на чердаке. Это у меня магистральная шланга, самая толстая. Она изготовлена из трубы пластиковой полиэтиленовой водопроводной диаметром 32 мм. Сюда вот врезаны и вставлены краники. Они все, кстати, пронумерованы. Вот, видно номер, вот, кое-где видно, кое-где не видно, вот. Они у меня стоят через 2 метра каждый. И к ним подсоединяются уже вот эти вот другие шланги. Это шланги, которые идут вдоль рядов. В нужных точках у меня стоят так называемые компенсаторы. Вот они вставляются. Это слепая шланга, то есть она без дырок, она называется слепая шланга. В них вставляются компенсаторы, которые дозируют подачу воды. Каждый компенсатор в данный момент в час выпускает около 8 литров воды. И на эти компенсаторы одеваются вот такие вот уже шланги, которые непосредственно подают воду в нужную точку. Вот, у меня эти шланги хранятся в мешке. Вот здесь такие вот паучки, так называемые тройнички, двойнички. Вот они есть на 4 выхода, есть на 2. Как видно, вот некоторые составляющие системы полива. Это краники, которые непосредственно врезаются в магистральную шлангу. На них одевается слепая трубка, в которую вставляются вот такие вот компенсаторы. Компенсаторы эти могут быть на 8 литров. Это максимальный вылив, водовылив 8 литров в час. Но есть они и меньше, там и 2 литра, и 6 литров, но я точно не знаю, я брал максимальный вылив. Также есть соединители шлангов слепых, вдруг порвется шланг или нужно удлинить. Также есть тройники. И есть еще заглушки, то есть шланг в конце нужно глушить обязательно. А вот паучки, которые одеваются на вот эти вот компенсаторы. У меня в основном все паучки на 4 отвода, хотя где-то были и на 2 отвода. Немного, вот есть, вот видно на 2 отвода. В случае, если мне не нужно 4 отвода, я просто беру коротенькую шлангу, одеваю на этот отвод и замыкаю с этим. И остается на 2 отвода. Вот как, к примеру, я сделал здесь. Соединил, у меня остается 2 отвода. Просто в нужный момент не было таких двойничков. И основная масса у меня вся 4 отводные паучки. Вот они вставляются, одеваются и вода непосредственно подводится и через спицу втыкается в нужную точку подачи воды. Этот полив некоторые называют микрокапельный. Я его тоже называю микрокапельный, наверное, потому что очень экономный. Воду подводит непосредственно в то место, где она именно нужна. Если обычная шланга капельного полива поливает целый ряд лентой, так сказать, то это выдает воду тока в определенные точки. То есть туда, куда поставлены компенсаторы и непосредственно куда подведена вода через вот такие спицы. И спицы вот такие. Вот на них одевается вот эта шланга, самая тонкая. И водичка вытекает и течет по канавке вниз, в месте, где она вставлена в землю. Может не в землю, в солому или еще где. Сейчас я буду разматывать магистральную шлангу и укладывать ее поперек рядков, то есть вдоль забора. Эта магистральная шланга за зиму слежалась на чердаке, в такой бухте смотанной. Поэтому я сейчас размотаю, пусть она немножко полежит, нагреется на солнце и более распрямится, чтобы ровненько лежала вдоль забора. Ну вот, трубу магистральную проложил я. Видно, она лежит, выпрямляется, уже нагрелась немножко. Сейчас буду пришпиливать ее вот такими вот скобами, которые сделаны из проволоки-шестерки. Вот так вылаживать, ложить ее на нужное место и пришпиливать к земле. То есть, чтобы она занимала только свое место, никуда не издвигалась. В общем, сейчас пришпилю, затем буду смотреть уже как ложить шланги вдоль рядов. Вот по этой трубе подается вода поливная на тройничок, направо пошла шланга магистральная на фундук. А налево, вот краник тоже у меня здесь стоит, просто на капельный полив, на обычную шлангу. Потому что у меня тут огород, чеснок, лук, морковка. Его тоже нужно поливать. В общем, соединил я в общую шлангу через тройник. Сейчас буду монтировать дальше. Трава начинает потихоньку одолевать, уже зарастает все. Я ее вырываю и кидаю вот прямо в приствольный круг. Будет в качестве мульчи. Вырываю потихоньку травку сюда, кидаю сюда, сюда. Уже пересыхает земля хорошо. Вот видно, трескается. Она еще влажная под низом, но сверху уже корочка. Надо мульчировать. Поэтому вырываю траву и мульчирую. Ну вот и все, в принципе. Закрепил к земле дугами. Через каждых два метра приблизительно. Вот видно. Пришпилил шланг. Теперь четко лежит. Каждый краник напротив своего ряда расположен. У меня тут появилась своеобразная дилемма. Раньше, если я капельный полив ставил точечно под каждое дерево, то теперь у меня получается, будет нужно поливать весь ряд, так как вот лежат пригнутые отводки для получения саженцев вегетативных. Вот мне получается, нужно будет вот эту всю полосу поливать. Точно так же рассаженные саженцы. Вот, видно, рядки отдельно идут. Вот рядок. Вот рядок. Вот рядок. Вот рядок. То есть, я думаю, нужно будет дополнительно, наверное, сверлить здесь отверстие. Вот здесь, напротив каждого рядка. И ставить вот такие вот краны под обычную капельную ленту. Вот вот такие. С закрутками. Не под слепую шлангу, как здесь стоят, а именно под капельную. Не знаю, может быть, придется положить сразу две шланы, но тогда какой смысл. В общем, посмотрю. Может, положу и две, но просто именно под дерево будет еще дополнительно капать со спиц этих водах выходить. А весь ряд полностью будет продолжать поливаться обычной каплей сплошной. В общем, пока не знаю. Магистральную шлангу положил. Сейчас буду ложить на ряды слепую шлангу с компенсаторами. Сейчас посмотрим, как оно будет. Может быть, поставлю здесь тройники. Вот здесь. На выводе будет тройник стоять и будет разделять на две шланги. Но пока не знаю. Пока не знаю. В общем, слепую шлангу я положу в любом случае вдоль рядов. Вот видно, уже отростки пошли вертикально. Это карамановские у меня. Отростки все пошли вертикально расти. Я думаю, через недели две-три, ну, может быть, через месяц максимум я уже буду прикапывать эту веточку. И вот эти, соответственно. Вот его тоже я замульчировал травой. Если травы не хватит, буду соломой мульчировать ряды. Достану соломой, буду насыпать тоже вот сюда. На эти рядки и на эти рядки. Но уже когда будет лежать шланга поливная. То есть, шланга не будет перегреваться, что тоже нежелательно. Потому что она может лопнуть при включении. Капельный полив лопается в жару. Обычная слепая шланга выдерживает пока. Ладно, буду ложить шланги вдоль рядов. В общем, решил я однозначно ложить слепую шлангу сразу. Так как мне нужно поливать именно корни деревьев. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. А вот эти вот веточки, которые я буду прикапывать. Ну, наверное, поливим понадобится где-то через месяц, не раньше. Вот я уже положил, приготовил. Все вот эти вот шланги у меня пронумерованы. Вот видно третья. Это пятая. Это первая, но тут номер стерся. Вот вторая. Ну и так далее. Они у меня все по очереди идут. Краники тоже пронумерованы. Краники можно и так. Посчитать. Вот первый. Вот второй. Ну, шланги тоже, в принципе, можно по длине примерно прикинуть. Но я их пронумеровал на всякий случай. В общем, сейчас буду одевать вот этот шланг. Где он? Это первый. У меня он не пронумерованный. Номер стерся. Вот он. Вот я его просто беру вот так вот. И одеваю. Все. А когда осенью нужно снимать, я пришел или сдернул его, придерживая за краник, или полил кипяточком, он тогда легко снимается. Это уже у меня будет четвертый сезон. Вот эти сланги лежать и как бы неплохо себя чувствуют. Единственное, слабое место здесь. Вот эти вот компенсаторы, крышечки вот эти. Их, они откручиваются вот так вот. Сейчас попробую показать. Вот. И там стоит мембранка, которая, вон она стоит. И мембранка приподнимается и пропускает вот через эту часть воду. То есть вода притормаживается и не сильным напором бьет, с нужным количеством воды. То есть 8 литров в минуту. И вот так вот, вот эти вот крышечки нельзя пережимать. Если их пережимаешь, они нагреваются и лопаются. Вот легонько поджал и все. Все. Потому что я их уже штук 15 заменил или 20. Вот так вот лопаются крышечки на компенсаторах. Вот. Если пережмешь ее, то образовывается вот такая трещина и она отпадает. Ну, за год вот еще трещина. За год у меня где-то штук 10 я поменял. В принципе, нормально. Считаю, как расходный материал. Вот, легонечко поджимаешь. Я их все поотпускал. Буду еще раз проверять, чтобы они не были пережаты. Тогда они будут себя чувствовать нормально. В общем, все. Буду подсоединять шланги. Подсоединил первых пять шланг, которые лежат вдоль ряда. Остальные перекрыл. Там дальше эти пять открыл. Вот, видно. И проверяю, как течет вода. Сейчас выходит воздух. Вот. Сейчас он выйдет полностью. И вот так вот бежит потихонечку вода с каждой, с каждого компенсатора. Вот, видно. здесь тоже начинает бежать. Кстати, беру вот такие вот из проволоки рогульки, и пришпиливаю к дереву. Вот, недалеко, чтобы шланга тоже не тягалась по огороду. что-то держит там. Вот так. Все. И шланга никуда не смещается. Ну, а теперь буду брать тоненькие шлангки со спицами уже, с паучками одевать. Сейчас проверю все, как бегут. Вот, видно. Тоже бежит вода. Вот так еще воздух выходит. Когда одеваю паучок, то оно равномерно распределяется на все остальные шланги. Вот, видно. вода. Но они не все, конечно, одинаково бегут. приблизительно. Все везде, везде течет. Воздух вышел, проверил. Сейчас буду на эти пять шланг, которые первые подсоединил одевать паучки и распределять их точки в нужное поливо. Ну вот, поодевал на компенсаторы паучки. И вот, видно, со спицы капает вода с каждой спицы. Вот. При желании, если мне нужно переставить спицу, я беру ее, переставляю, к примеру, сюда или сюда. Ну, в зависимости от той точки, в которую нужно подавать воду. Вот так это все у меня работает. Пусть пока поработает так, а чуть позже буду пролаживать каплю. Эта спица плохо работает. Они бывают залеживаются или забиваются за зиму или за предыдущий поливной сезон. Забиваются мусором. Их нужно прокручивать. Вот. Это нормально капает. Их нужно прокручивать вот здесь на шлангочке в этом месте. Ну, по понятным причинам я сейчас делать не могу этого. Одна рука занята, хотя можно вот так попробовать. Вот. И все, пошла водичка. Все, промыла спицу и пошла водичка. Здесь тоже нормально капает. Вот так вот достаточно раз проверить. Все. Допустим, если деревья небольшие, вот такие маленькие, недостаточно две точки полива. То есть, я беру двойной паучок. Ну, где две шланги отходят, две заглушки. Ну, в общем, на два вывода беру и сюда два вывода. Если нужно больше отводов, то я беру вот такой на четыре вывода паучок. Все. Сейчас буду подсоединять следующие ряды и проверять. И вот так потихоньку оно поливается. Самый большой плюс, что оно не поливает в ненужном месте. То есть, во-первых, не расходуется вода, во-вторых, не поливает то место, где, возможно, будут расти бурьяны, сорная трава. То есть, не надо лишней потом работы по вырыванию делать. Поливает именно то место, где нужно. Тем более, если здесь у меня лежит такая своеобразная мульча, то под ней, во-первых, ничего и не будет расти, никакая сорная трава. Во-вторых, влага будет сохраняться, а вокруг все будет сухо. Ну, как я уже говорил выше, мне нужно будет ложить сплошную ленту капельную, так как у меня вот отводки, которые пойдут вверх, будут прикопаны. И вот эту вот полосу все нужно будет поливать. Вот поэтому мне нужно ставить будет еще дополнительные шланги. Но больше всего я буду сверлить вот здесь отверстие рядом, ставить тройник и выпускать на два ряда, потому что один ряд будет здесь идти, один ряд будет здесь идти. Вот видно. Соответственно, и здесь так само буду сверлить на два ряда. Один ряд буду вот этот пускать, второй вот этот. и точно так же здесь буду ставить краник, тройник под обычный капельный полив. И вот здесь пускать одну шлангу и вторую вот сюда запускать. В общем, как-то так. Ну, в принципе, все. Микрокапельный полив разложил, проверил каждый компенсатор, прочистил, проверил каждую спицу. Вот все у меня тут поставлены спицы. Теперь можно замульчировать все. Вот так оно выглядит. Вот компенсатор, паучок. И вот так вот водичка капает. Здесь я еще не мульчировал, пока нечем. Так, здесь возможность рву травку вот как здесь закладываю травой или вот здесь. Вот. Это я считаю нормальное количество травы. Тут еще добавлять придется. Тут тоже но эту часть я уже заложил все травой замульчировал. Думаю, тут когда достану солому, то остальное заделаю соломой с той стороны. Ну, еще часть может быть травой заделаю. Травы в принципе хватает, еще будет лезть. Еще будет расти, буду вырывать ее и подкладывать в качестве мульчи. Осталось только купить шлангу обычного капельного полива и проложить вот на вот эти рассаженные саженцы. На вот эти вот рядки. Вот рядок. Вот рядок тоже. У меня тут их около десятка таких рядков. Это уже отдельно каждого сорта рядки. у меня расположены саженцами пересаженными на доращивание. В общем, в принципе пока все. Тогда уже приобрету слангу и подсоединю ее и положу на вот эти ряды, на вот эти рядки, которые еще стоят без полива. Тогда сниму уже следующее видео. Кому понравилось ставьте лайки, пишите комментарии, свои пожелания, о чем еще можно снять, чтобы вы хотели посмотреть или услышать. Всем удачи! Аминь!